Для того, чтобы узнать, как проходит вступительная кампания 2024, наша съемочная группа отправилась в ведущий образовательно-научный центр подготовки высококвалифицированных специалистов Брещины – Брестский государственный технический университет. Сегодня его структура насчитывает 5 факультетов и 28 кафедр, в том числе военную кафедру. Вуз обеспечивает образование более чем 7 тысячам студентам и уже готов принять новых первокурсников. В текущем году Брестский государственный технический университет набирает абитуриентов на более чем 30 профилизаций и специальностей. План приема на бюджетную форму обучения превысил 650 человек, причем явно доминирует дневная бюджетная форма получения образования. Более 600 человек мы принимаем на оплатную форму получения образования. Здесь уже определенный паритет между дневной и заочной. Могу сказать, что на текущий момент мы видим большую востребованность практически всех специальностей у абитуриентов, как новых специальностей, таких как, например, производство изделий на основе трехмерных технологий, где уже конкурс, хотя еще два дня приема, я полагаю, что конкурс будет еще выше, так и классических специальностей, связанных со строительством, строительной инженерией, машиностроением, автоматизацией технологических процессов и рядом иных. В этом году победители международных и республиканских олимпиад, конкурсов профмастерства имеют возможность поступить в ВУЗ без экзаменов. Для них также был организован отдельный набор с 27 июня по 2 июля. Сегодня мы действительно видим и изменение качественного состава абитуриентов. Так, в этом году, благодаря корректировке правил приема, получили возможность как медалисты поступать без вступительных испытаний в региональные ВУЗы. И мы видим, что уже на отдельных специальностях фактически конкурс среди медалистов на те места бюджетные, которые могут быть согласно правилам приема, для них отведены. Также в этом году у нас уже пришли ребята, которые имеют право поступать без вступительных испытаний, являясь выпускниками национального детского технопарка. Это также отрадно и говорит о том, что многие направления подготовки в Брестском государственном техническом университете котируются не только среди работодателей, среди которых мы часто видим очереди за выпускниками, но и среди абитуриентов. Фактически все категории еще перечислять рано, потому что на данный момент медалистов у нас более 50, хотя еще, думаю, будет еще больше. Победители Олимпиад университетских, 15 человек к нам подало документы, это фактически 80% от победителей нашей Олимпиады. Ряд подготовленных ребят поехало в Минские ВУЗы, но большинство остались у нас. Изменения коснулись абитуриентов, поступающих на заочную форму обучения. Теперь для поступления как на платной основе, так и за счет средств бюджета, будущим студентам необходимо иметь стаж работы по испранному направлению образования не менее 10 месяцев на дату подачи документов. Для того, чтобы поступить на заочную полную, так называемую форму получения высшего образования, сегодня требуется наличие стажа не менее 10 месяцев, связанного с работой в определенной сфере, как для поступления на бюджетную форму, так и на платную. Сегодня мы видим, что, конечно, это определенное ограничение, но достаточное количество абитуриентов, уже которые работают, окончили школу ранее, не в этом году, а ранее, соответствуют этим требованиям. И на текущий момент фактически все места, связанные с заочной полной формой, бюджетные, мы их мониторим ежечасно, фактически для себя, они уже заполнены. Ну и на платную форму, я тоже думаю, даже в отдельных случаях будет конкурс. Поэтому это ограничение, оно связано только с одним обстоятельством, для того, чтобы выпускники школ, которые только-только завершили обучение, не шли на заочную форму, так как, наверное, это неправильно. Тот, кто желает работать, он может пойти работать, затем, созрев к тому, что нужно получать еще и высшее образование, прийти на заочную через какое-то время. А непосредственно выпускник школы текущего года, конечно же, это правильно, если идет на дневную форму, бюджетную либо платную, получает качественное образование. Из Брестского государственного технического университета ежегодно выпускаются сотни специалистов высокого класса. Они востребованы у заказчиков кадров и умеют работать с современными технологиями. Поэтому неудивительно, что на поступление в ВУЗ выстроилась очередь. На экономический факультет, специальность логист, на заочную форму обучения. Я средне закончила логиста и, получается, выше буду. То есть, когда вы закончили? Да, да, средне специально. Машиностроение, машиностроительный факультет, технология, машиностроение. Ну, там, смотря, куда пройду. А почему вы получаете? Ну, больше упирался по баллам. То есть, что-то пытался выбрать лучшее из набранных баллов. Университет подготовился к наплыву поступающих. На первом этаже работают волонтеры и сервисного студенческого отряда ВУЗа, которые охотно и безвозмездно помогут вам заполнить документы, завести личный кабинет или распечатать необходимые бумаги. Я уже второй год работаю в сервисном отряде, в приемной комиссии. В мои задачи входит проверка документов, а также некая помощь и консультация студентов по поводу специальностей. Как студент я уже имею некий опыт и прошла уже, скажем так, половину обучения, поэтому могу где-то подсказать и ответить на их вопросы. То есть здесь мы помогаем будущим опюрентам максимально во всем. То есть здесь мы можем помочь им распечатать документы, где-то сделать ксерокопию. Также помогаем им в создании личного кабинета. Кстати, приятные новости ждут выпускников инженерных классов. В 2025 году они смогут поступать без экзаменов, пройдя курс подготовки на базе учреждений среднего образования. Напомним, что в Бресте таких классов два. В средней школе номер 20, в гимназии номер 2. Фактически глобально профильные классы инженерной направленности, они заработали в прошлом году и ребята перешли только в 11 класс. Именно для этой категории ребят в следующем году, я полагаю, будет предоставлена льгота согласно правил приема поступления без вступительных испытаний на технико-технологический профиль специальностей. В этом году пока выпускников инженерных классов, которые обладали бы таким правом, еще просто нет. Но мы имеем опыт, здесь мы имели пилотный проект с 20-й школой города Бреста и со 2-й гимназией, а также с нашим таким надежным заказчиком кадров Брест Облгаз, когда инженерные классы мы фактически запустили ранее. На год опередив весь этот страновой проект, и выпускники фактически были уже в прошлом году, в этом году, да, они поступают на общих основаниях, но это очень подготовленные ребята, которые делали уже в школе хорошие проекты, проекты, которые даже были удостоены патента. Напомним, что прием документов на бюджетную форму обучения завершится 17 июля. Василий Набуцкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста. Директор. Директор. Директор.